вот эту машину я приобрел год назад качестве ключа я использовал так вот карточку она не постоянно сумочкой и я даже не думаю брать ее не брать вот данила 13 лет смотри вот эту машину я приобрел год назад а ты так и немножко это войдешь к так сказать в роль чтобы что-то спросить начал забывать о том что я когда-то там заправился то есть несмотря на то что машина там у нас берет бензинчик так сказать хорошо оказывается что заправка идут как-то по пореже как быстро вот за этот год который прошел значит я данила только делал обслуживание и ремонт колес пару раз я колеса пробил там у нас на рынке куча гвоздей разных последний раз я вынул шуруп из этого вот вот сюда если смотреть на дисплей сейчас у нас скорость но средняя скорость я езжу вот 41 километр то есть в основном по городу это когда колеса вот тебе надо куда-то ехать а ты не знаешь как как у тебя колеса стоят прямо или прямо допустим раз только хоп как раз поехал назад да а если колеса у тебя стоят допустим колеса вот так вот ты поставил руль вроде бы ровный да а колеса так стоит и смотри если грубо говоря назад только раз даю о как ты сразу же в одном вид что дерево занесет на дерево вот чтоб этого не было значит вот этот как раз хорошо показывает что такое не так что у нас это у нас бензин это у нас вот это бензин смотрим на дисплей расход вообще топлива это давление в шинах то есть можно проверить какой в основном 2 и 3 кое-где 24 2 и 2 2 и 3 2 и 2 то здесь пять колес одно колесо запасное так это подробно навигация тогда на суда будет выводиться но нам она не нужна далее тут ничего нету средний расход топлива вот 15 9 я так понимаю средний расход этот ну как бы сказать он меняется там где-то минут за пять за десять а вот средний расход топлива который уже расходуется грубо говоря вот ты бак выкатал и у тебя получилось что вот эти вот 132 литра ты расходовал по 16 1 десятых литров на 100 километров раз это текущий расход вот что такого зелененько зажигается лишь зелененько было поехали но ты видел короче зелененько вот этот лепесточек зелененький это экономический расход топлива то есть это не то что машина экономит это ты едешь так что мотор у тебя работает в экономическом режиме и за счет этого ты можешь проехать но грубо говоря дольше наружная температура 29 все такое что тебя заинтересовало меня заинтересовало gps то есть вот эта вот система навигации которая показывает где мы находимся сейчас мы находимся здесь значит что тут парк маяковская тарика который ты рыбку ловил и дороги куда ты поедешь смотри вот это холодильник засовываю туда руку ничего нету не холодить тебя смотри поддержи держи руку по как холодно задуло конфету будешь убери вот это вот то есть холодильник то так включается отключается бери себе еще можешь взять конфету но бери дают ему да что я хотел бы сказать габариты у машины были больше чем у моего прежнего джипа gx 400 так вот габариты большие вот представьте я умудрился об стол об стол вдарится вот ухом что она вот так вот завернулась у меня вот отметка так сказать моей невнимательности далее важно отметить следующее машина приседает то есть когда она заведена она поднимается и клиренс выше и я значит думаю что клиренс достаточно высокий подъехал к бордюру потом выключил и она присела и вот вот это вот прошла произошло замятие опять таки по моему не вниманию небрежности и вот здесь я еще поймал камушек сейчас если мы найдем то и сейчас технологии заделывание стекла скола очень хорошие что эти стеклашка выглядеть как много я на нем не гоняю так что вот будет за год я как-то к нему привык все таки вот к тем машинам которые у меня были я довольно таки быстро привыкал буквально таки сел поехал а это знаете из-за того что что машина дорогая вот это вот голове стоит голове стоит понятие от этого дорого надо как-то поаккуратнее ездить создает некую скованность скованность которая так сказать мешает наслаждаться этим автомобилем особенно на длительное расстояние и по трассе прекрасная машина для таких найти трансконтинентальных путешествий что касается езды по буракам многие оказались недовольны мои мои близкие говорят слишком болтает то есть высоко сидишь что я вам хотел сказать о по эксплуатации в течение года как владелец то есть я машиной доволен ею назвал два названия так как она белая моби дик это легендарный кит и малаха мина михайловна по номеру так что такое двойное название зависимости от настроения пользуюсь проехал до на ней сейчас еще сколько я проехал на ней значит смотрим я ее взял было сорок семь тысяч километров сейчас после года эксплуатации здесь шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто один километр все работает все значит такое состояние как и было вот назад плюс кресло которые я сюда вставил с этими креслами она стала подороже ну вот пожалуй и все вот вот и